В один из пасмурных берлинских дней шеф-гестапо Мюллер решил провести внеплановую проверку здоровья сотрудников. Не то, чтобы его сильно волновало их самочувствие, но отчеты требовали заполнения. А Мюллер был ярем-приверженцем немецкого порядка во всём. Очередь дошла до Штирлица, тот вошёл в кабинет Мюллера, как всегда подтянутый и невозмутимый. — Присаживайтесь, Штирлиц, — сказал Мюллер, — поправляя очки. — Как у вас со здоровьем? — Штирлиц, не моргнув глазом, ответил. — Со здоровьем — хорошо. Без здоровья — плохо. Мюллер на секунду замер, посмысливал ответ, а затем решил уточнить. — Я имею в виду, как вы себя чувствуете. — С чувствами? — Чувствую без чувств, без сознания, — парировал Штирлиц. Мюллер начал раздражаться, он всегда подозревал. Что с этим? Штирлицем что-то не так, но никак не мог поймать его на лжи или непоследовательности. — Давайте конкретнее голова. — Не болит? — спросил Мюллер, постукивая ручкой по столу. — С головой? — Думаю, без головы не живу, — ответил Штирлиц с непроницаемым выражением лица. Мюллер глубоко вздохнул, пытаясь сохранить спокойствие. — Штирлиц, вы меня испытываете. Я пытаюсь заполнить медицинскую карту. — С картой? — Ориентируюсь. Без карты заблуждаюсь. — Невозмутимо ответил Штирлиц. Мюллер почувствовал, как начинает болеть его собственная голова. Он решил зайти с другой стороны. — Хорошо, давайте так вы курите. — С куревом курю. Без курево дышу чистым воздухом. — ответил Штирлиц, слегка улыбнувшись. Мюллер уже был готов рвать на себе волосы. — А алкоголь употребляете? — С алкоголем пью. Без алкоголя трезвею. — ответил Штирлиц, как будто это была самая очевидная вещь на свете. Мюллер понял, что это может продолжаться бесконечно, но решил сменить тактику. — Штирлиц? Вы же понимаете, что это официальный медосмотр. От его результатов зависит ваша дальнейшая служба. Штирлиц кивнул. — С пониманием. — Понимаю. Без понимания. Недоумеваю. Мюллер почувствовал, как у него начинает дергаться глаз. Он встал, прошелся по кабинету и снова сел за стол. — Хорошо, давайте по-другому. Вы занимаетесь спортом. — Со спортом бодр. Без спорта ленив. — ответил Штирлиц, все так же невзмыть ему, глядя на Мюллера. Мюллер понял, что проигрывает эту странную дуэль. Он решил зайти с козырей. — Штирлиц, а как у вас с лояльностью Рейху? На секунду в кабинете повисла тишина, затем Штирлиц, не меняя выражение лица, ответил. — С Рейхом служу. Без Рейха. Живу. Мюллер уставился на Штирлица, пытаясь понять, был ли в этом атлете намек на что-то большее. Но лицо Штирлица оставалось непроницаемым. — Знаете, что Штирлиц? — наконец сказал Мюллер, снимая очки и устало потирая переносицу. — Я запишу, что вы абсолютно здоровы. Настолько здоровы, что это даже подозрительно. С подозрениями настороже, без подозрений и спокоен, — ответил Штирлиц, вставая со стула. Мюллер махнул рукой. — Идите уже и пришлите ко мне фрау Зоорик с аспирином, когда Штирлиц вышел из кабинета. На его лице на мгновение промелькнула едва заметная улыбка. Еще один день в туловую брагу прошел успешно. А Мюллер остался сидеть за столом, пытаясь понять по этому советскому шпиону. Каждый раз удается выйти свихим из воды, не сказав при этом ни словаожи. Субтитры создавал DimaTorzok